Всем привет-привет! Всем доброго денёчка! Пришла посылка от Фаберлик. Едем с Декеном забирать. Сейчас приеду, сразу вам сделаю обзорчик, сколько я там всего поназаказывала опять. Красотища! Погода у нас испортилась. Чё вы думаете? Дожди, дожди, дожди. Но мама говорит, мы хоть свежестью надышимся. Так что сейчас покажу, как Пришахтинск выглядит при такой погодке. Такое небо. Это, видать, не конец. Ещё, наверное, будет дождь, раз такое небо. Сейчас посмотрим. Уже на автостанции. Вот так. Всё сыро. Видите, после дождя всё свеженько. Хорошо. Пойдём посылку заберём, потом за водой ещё поедем. Может, на родник сейчас приболтают до Кенос едет. Посмотрим. Везде у нас вот так продают овощи, фрукты. Всё, забрали посылку до Кенос уже погрузил машину. Не поедем мы на родник, оказывается, там надо свой ковшик брать. Сейчас в банкомате здесь наберём воду и всё, и домой поедем. А мы решили съездить заправиться, потом за водой поедем. Сюда, к Николаевскому магазину, где мы всегда воду набираем, здесь наберём. Вот такое небо. Здесь немножко посветлее, но всё равно видно, что дождливое. У нас везде в ТикТоке пестрит, что град выпал где-то рядом. Ну, у нас пока вот только так. Чуть-чуть жара постояла, теперь мы отдыхаем. Ну, мало постояла. Ну, было очень жарко, очень. Может, ещё, конечно, вернётся жара, не знаю. Было прям очень жарко. Давненько мы на этой заправке не заправлялись. Не хотим ехать сегодня в Шахтёрский. По пути здесь заправимся. Сегодня ещё купила глистогон для всех своих животных. Где-то в прошлом году последний раз, наверное, глистогонили, и всё. Завтра мама с утра их всех проглистогонит. И собак, и кошек всех, и вигру, и рема. Всех, в общем. А то что-то... Обычно я два раза в год делала. А в этом году упустила этот момент со своими событиями всякими. Так что завтра будем глистогонить. Ну вот и заправились. А то, когда бензин на исходе, я всегда переживаю. Сейчас всё нормально залили. Едем за водичкой. Вот здесь мы набираем водичку. Один литр, 15 тенге. Когда-то было 5 тенге, потом 10, уже 15. Вот такой вот аппарат. Вот она я. Сейчас до кем принесёт. Всем привет, скажи. А, здравствуйте. Вот пошло. Будет включить озон? Ага. Включаем всегда озон. Всё, включаем. Всё, вот так набираем. Зимой мы заказываем, нам привозят. А летом всегда сами ездим. Сейчас приеду, будем распаковку делать феверлика. Посмотрим, что же там пришло. Да я всегда одно и то же заказываю. Свои любимейшие продукты. Любимейшие. Это бытовая химия. Ну, сейчас приедем, посмотрим. Что-то мы неправильно посчитали деньги. Не на полную закинули. Заболтались. Ещё 50 тенге докинули. Что, нажимаем? Всё, набрали, набрали. Красавица, встречает всегда так меня, встречает она меня так. Иди сюда, иди сюда. Мэгги, Мэгги. Иди сюда, иди, иди, иди. Вот так, вот так. Моя хорошая. Всё, не пачкайте меня, не пачкайте. Всё. Пойдёмте, пойдёмте домой. Домой. Домой, домой. Домой. Захожу, а мама тут вон, чем занимается. Всем привет. Да прополола лук. И заодно, который побольше срезала на заморозку. В этом году мы с луком, да? Ну, да. На третий круг пошли. Вот что значит свой родной батульчик, да? Да, родной. Он у нас, я не знаю, лет 25, наверное. Мы когда сюда приехали, в молодёжном, оставили эту грядку. В феврале же уезжали. Здесь попытались первые лета развести. Нет. Ни в какую. Потом попросили хозяина. Ну, мы когда уезжали, договорились. Потому что февраль был, я говорю. Там в огороде кое-что осталось наше. Он говорит, мне огород не нужен. Что нужно, забирайте. И вот мы на второе лето поехали. Пол грядки выкопали с этого лука. Он уже такой заголошенный был. Никто им не пользовался, не поливал, ничего. И вот, в прошлое лето уже были, в конце лета, немного с луком. И этот год уже вот третий заход. Обрезаем, он нарастает. Мы так и делали всегда в молодёжном с дедом. Всегда у нас лук был. И пирожки, яйцо с луком. Пирожки он любил, да, у нас две грядки было. А в этом году ещё ни разу не пекли, да? Ни жарили. Они что-то не знают, да. Всё, нам некогда что-то. Вот можно замесить, если бы на печь. Сегодня? И сегодня сколько времени уже? Четыре, полпятого. Если на кефире, то можно и сегодня. Сейчас я посмотрю, у нас есть кефир там или точно? Есть. А, ну давай тогда сейчас яйца поставлю варить. Немножко. Смотрите, сколько красотища я опять получила. Сейчас покажу. Сейчас разложу всё. Смотрите, опять я заказала корейский порошок. Очень он мне нравится. Есть и для цветного, и для белого. Цена 2,260. Девочки, кто не брал, очень советую. Кто брал, все знают. Какая это красота. Да, он идёт в концентрат. Вот эта вот пачка заменяет 3 килограмма порошка. Это просто, просто суперовский порошок. Пасту опять заказала. Ой, по 1400. Чего она у меня выпрыгивает? Который можно чистить в кроссовке, казаны, газовые плиты и так далее. О, видите, сколько штук у меня есть. Не упадёт сейчас. Не упадёт. Так. Пластины. Ой, почему я всё время их пластинами называю? Капсулы для стирки тоже. Кое-кто бережёт свои машинки стиральные и стирает капсулами. Тоже есть. Потом, потом, потом. Я заказала вот такой... Ой, сяду я. Неудобно стоять. Стол упирается мне. Этот. Кондиционер для белья корейский. Очень вкусно пахнет. Цена у него 1000. Гибискус. И нероли какой-то. Очень вкусно пахнет. Вот, смотрите, сколько у меня его. Ещё мой любимчик стал вот такой вот. Я мою с ним полы. Знаете, линолеум промывает на ура. Вот в кухне, когда помоешь с ним пол, сразу линолеум такой светленький получается. И у него цитрусовый запах. Вкусно пахнет. Это та фирма, которая для туалетов. Средства есть же. Пришли мне освежители воздуха. Сейчас покажу. Четыре штуки. Разные вкусы здесь все разные. Они идут на водяной основе. Для аллергиков. Очень хорошо, у кого аллергия. Они на водяной основе. Можно мебель брызгать, шторы. Вот такие. Четыре разных, по-моему, вкуса. По 650 тенге. Я что, помню цены наизусть? Что говорю? А, вот такой взяла освежитель обуви. Это я для себя взяла. Освежать обувь. Кроссовки там. Всякое такое. Мне кажется, летом нужно это делать. Вот такие пятновыводители корейские. Побрызгал на пятно. И в стиральную машинку. Я себе еще именно корейские не брала. Но вот другое их нет. Очень хорошо справляется. Для чистки ванны. А это что у меня? Констрирующее средство для уютного дома. А, это вот мыть холодильники. Потом стены. Ну, жир, в общем, хорошо отмывает. Нет, неправильная игра. Грейпфрукт вкус. Не то что жир, а вот мыть стены, холодильники. Для кухни, в общем. Моющие средства для кухни. Тоже его взяла первый раз. Для себя. Когда попробую, все вам расскажу. Вот такие вот товарчики приехали мне. Кому надо, девочки, пишите личные сообщения. Приеду с Харгоза, всем все раздам. Там еще одна у меня идет, следом посылочка. Потом общие заказы ваши соберу и всем все раздам. Такая парфюмерия идет, запах прям. Ага. Вкуснячая. Хорошо пахнет, да. Очень люблю. Особенно порошки. А, ну и для мытья посуды мой фаворит. И кондиционеры, да. Все, мне очень нравится. Смотрите у нас какой бабахнул дождь. Камера, конечно, так не передает, но дождь бабахает. Видите, как льет? Ну, сегодня зато поливать не надо. Поэтому мы сейчас будем заниматься. Будем котлеточки жарить и пирожочки. На мне, как обычно, полотенце. Не могу я без него. Ох, какой дождь. Еще сильнее поливала. Надо же. Припустил. Девочки, вот я загасила кефир содой. Соль, сахар насыпала. Вот одно яйцо сейчас разобью. И чуть-чуть масла волью. Ну, где-то грамм 60 ложек. Или миллиграмм. Тесто на кефире делаем бездрожевое. Да, чтоб быстро. Сейчас оно 20-30 минут и будем жарить. А ты полила перед этим огородом, да? Ну, я утром полила, да, до обеда. Как утром, до обеда? Сильно льет, сильно прям. Вовремя мы еще приехали. Сейчас мы будем побыстрее. Ну, у нас что на улице? Клубники хуже не будет. Огурцам тоже. Так что. Картошки. Картошки это у нас закон такой. Мы как только польем картошку. И тот раз так же было. В прошлом году тоже так же было. Да в этом уже залили и сразу дождь. Ну, ничего, картошки ничего не будет. До сентября она сейчас как раз. Вот так вот. Не знаю, может, много будет сейчас. Там пьете картошку на гарниру это варить. Или сосиски. Или сосиски. Муки мало, мне кажется. Да, сейчас в бассейн. Так, у меня кипят там яйца. Пойду я их уже снимать, остужать и начинку делать. Смотрите, как льет. Я не могу. Смотрите, что я вам показывала, что сейчас творится. Вы видите? Ужас просто. Смотрите, где у нас бедная Анфиса кушает. Никакого ей житья нету. Не дает Симка ей никакого спуску. Да, Анфиса? Вот здесь она и лежит всегда. Спит мы ей сюда постелили. И кормим здесь тоже. И то, если Сима узреет, что у нее здесь залезет, все сожрет. Знаете, какой льет дождь? Это ужас просто. Ужас. Даже не могу объяснить. Аж не слышно, шум стоит. Так, я здесь делаю себе фарш с куриной грудки. Майонез положила, крахмал, зеленый лук, специи. Сейчас еще репчатого лучка подрежу меленько. И пожарю себе на тормозочек. Завтра я уезжаю в Харгос. Ну, штуки четыре возьму с собой. Остальные сейчас поужинаем. И пирожки будем жарить. Дождь заглушает меня даже. Как разговариваю, он шумит громче меня. Хотела чеснок еще положить. Нету чеснока в доме. Все время забываю купить. Слышишь, дождь стих немножко. Все, кончился уже немножко. Уже вон солнышко оттуда идет. Сейчас радуга, наверное, будет. Хороший дождичек прошел. Для степи, для леса. Ну, не леса, а вот эти вот рощицы наши большие. Для деревьев тоже хорошо. Ну, крестьянам хорошо, если он там в попад. А то же он лишь полосой бывает идет. Где не надо пройдет, а где надо. Ну, всю неделю будет дождь. Вот так вот, наверное, по чуть-чуть. Интересно, а жара будет еще? Мы же в этом году так и бассейн не поставили. И уже, наверное, думаем, уже и не надо ставить. Потому что сейчас туда-сюда, конец июля. Мы еще точно не определили, где место. Вот еще как бы сомневаемся. Поэтому еще была задержка. Сначала в одном месте думали, потом решили вот сюда перенести под окно. А тут тоже, по-моему, не вариант. Надо еще хорошо продумать. Можешь чем-то пожертвовать и поставить как положено. Чем ты здесь пожертвуешь? Ну, не знаю я. Сейчас уже июнь туда-сюда, и будет уже прохладно. Да, там что, для него подложку купить надо 40 тысяч. Нету свободных денег. Поэтому в этом году... Ну, ладно, если больше жары не будет. А если будет, будет очень обидно, что все лето прорезло. У нас там бочка от дождевой воды набегает. Мы там будем. Ага, чего же не купались этот раз? Вагонетка стоит, а на вагонетке у нас еврокуб. А когда еврокуба не было, можно было там. Мы все смеялись, в вагонетку залазить. А теперь еврокуб, я Докену говорю, он говорит, а что вы там не пролезете? А там, знаете, сантиметров 30. Представляю, я туда залезла, под этот еврокуб, и дальше что? Залезть-то, может, залезем, а вот вылезти навряд ли. Конечно. Никто никуда не полезет. Не, ну дождичек все равно хорошо. Только после такой жары. Свежесть, свежесть. Свежесть и прохладно так сразу. Красота. Вот, девочки, начинка. Ну, сколько получится. Сейчас-то, по-моему, много замесила. Ну, зажарите пышками, если что. Ну да. Или сосиски, или картошку, что-нибудь сделай. Сосиски можно, да. Сейчас на соль попробую. А перчик черный сыпала? Угу. Не надо? Хороший. Мой фарш, мои котлетки буду жарить в котельной, чтобы здесь не чадить. И пирожки там же буду жарить. Сейчас здесь уже включила сковородку, здесь буду ляпать их, а там жарить. Там свет плохой у нас, включаться не буду. Покажу уже в готовом виде. Начали. Тесто постояло. Сейчас наделаем, будем жарить. Жарить я буду в котельной, я уже включилась из сковородки. А, я же там котлеты пожарила, ещё не показала. Сейчас покажу я, какая мыслилица. Не прилипала? Нет, не прилипала. Вот какие получились. Только очень мало. Одну я до Кену дала, он уже попробовал. Ну, хватит тебе. Ну, ты одну возьмёшь, попробуешь. Тоже. Котлет никогда не пробую. Это очень вкусные получились. Ну, такие, да. Мы вот жидковатое тесто делаем. А там ещё майонез у меня. Зелёный лучок. Прям вкусно. Ну, я не ложкой жидковатой, ты говоришь, я руками липормирую. Мокрыми. Да. А ты же когда-то делала прям по колладе тоже. Да. Как замешишь, как тебе нравится. Очень жидковатый. Ты что-то как на хорошей пекарне мукой разбаслилась. Ну, а тесто жидковатое. Хорошее тесто. Оно же липнет. Есть у нас коврик силиконовый, девочки. Оно вот силиконовое. Да. Это какая разница. Просто обязательно напишут. Почему вы не делаете на силиконовом корте? Мы вот так делаем. Это же не кулинарный канал, что все причиндалы раскладывать, перчатки одевать, фартуки. Мы делаем для себя. Показываем, как мы делаем. Сейчас вот это вот налеплю. Ты уже отключила? Да, да, отключила. Мужку, наверное, подай мне ложку. Еврик, как всегда, у наших ног. Мэгги, главное, в своей этой избушке лежит. А он всегда возле нас. Он любит под столом лежать. Вдыхать аромат кухни. Он этот... Как называют этих людей? Гурман, гурман. Гурман, да. Да, мой хороший песик. Мой хороший песик. Про тебя, про тебя говорю. Про тебя говорю, какой ты у меня хороший. Ты же говорить мало, да? Вкусняшку. Что, я зря лежу в караулю? Да? Вкусняшечку хочешь? Вот так, на скорую руку. И налепим. Я сильно маленькие не делаю. Мэгги, иди сюда, Мэгги. Мэгги. Тут уже он, я и огурец им кидала. На, иди сюда. На. Вкусно. Вот такие, не маленькие, не большие. Они же не дрожжевые, они не это. Да, они сильно не будут поверечиваться. Давно мы не ели. Когда папа был живой, ох, и часто у нас были пирожки. Да, он так ненавязчивый, не просящий. Но так скажет, что сам хочешь, идешь и делаешь. Любитель, да. Очень любил, да. Вообще выпечку любил. И котлеты рыбные очень часто жарили. Это прям только кончаются, они сразу вторую партию жарят. Да, у нас все время, да. Неделю, наверное, два раза точно жарили. По три дня ели. Они холодные еще вкуснее даже, чем вот горячие. Я любила холодные, а ему надо было с полу с жару. Зато сейчас мы сидим на безрыбье. Только остается вспоминать. А тогда не ценили. Я так ругалась всегда. Куда ты ее возишь? Хватит. Надоело. Это же надо почистить, надо... А он тебе говорил, придет то время, ты будешь просить. Говорил, да. Да, да. Ну, правильно говорил. А что толку? Сейчас она и не ловится. Вот рыбачут же на удочку. Вообще рыбы не стало. Уже и не от нас зависит. Ну, продают каждый день у нас, короче. Ну, это может все тяги. Наверное. Что, пойду проверять масло. Может, накалилась уже. Все, закончилась начинка. Но мы решили еще вот так вот сделать этими баусаками. Первая сковородочка у меня там уже пожарилась. Жарится вторая. Сейчас покажу. Вот, смотрите, какие пышненькие получились. Все, красота. Вкусняцкие, наверное, будут. Мама сейчас будет дегустатором. Пока чайник... Я пока отключила. Включили чайник, шумит сразу. Сейчас будем чай пить. Какой у нас натюрморт, видите? Это я на тормозочек себе пожарила 6 штучек. И всем по одной попробовать. Я вообще-таки люблю котлеты. Очень вкусно. Особенно майонез я этот раз добавила. Мы в те разы не добавляли. Получилось очень нежно. Ни яйцо, ничего. Ложка крахмала, специи, лук и все. И куриная грудка. И даже то, что нет чеснока, не помешала. Да, чеснока не было. Мне тоже понравились. Вот такие пирожочки красивые получились. Еще последняя сковородочка у меня дожаривается. Давай я зловим. Покажу. Тесто очень нежное получилось. На кефире, девочки. На кефире, на кефире. Вот такой у нас будет сегодня ужин. Чай попьем, все. И в люлю. Хорошо, сегодня дождь облегчил. Огородные работы. Подожди, через два дня трава полезть облегчить. Ну да. Коты слышь, как ирут? Нету сил от соседских котов. Они уже к нам домой заходят. Как себе. Не бояться вообще ни собак, никого. Никого не бояться. Леврик, я думаю, что тут чавкает такое? Угорел мальчик. А я ему пирожок чуть-чуть давала. Нельзя тебе пирожками кормить? А вот я кормлю. Ну я небольшой кусочек такой ему дала. Ну, сзади всего по чуть-чуть, по чуть-чуть. И притываю. Он налубонивается. У нас свежесть прям стоит после дождя. Такой ветерок он, видишь? Туча черная идет оттуда. А вот сейчас ветерок, смотрю, так колышет. Прям свежесть. Свежесть, свежесть. Ну все, закипел наш чаек. Сейчас будем. Мы с мамой просто чай попьем. Да, кем будет доедать? Мама делала мясо по-казахски. Да, как бешпармяк, мясо по-казахски. Там чуть-чуть осталось. Он говорит, я доем. Всем приятного аппетита, кто будет ужинать вместе с нами. Пожелайте мне счастливой дорожки. Сейчас я буду собирать сумку. И завтра в путь дорожку. Ждите меня 4-5 дней. Не будет видео. Но зато приеду, потом все вам покажу и расскажу. Хоть я, правда, и не знаю. Там уже я вам все показала. Но, тем не менее, все равно буду снимать. Буду снимать, потому что есть новенькие на канале. Может быть, кому-то будет интересно смотреть. Да, и многие мои подписчики просят, чтобы я снимала. Так что буду снимать все. Опять и столовые, и покупки, и поездку. Все. На сегодня все, ребят. Всем пока-пока. Пишите нам комментарии. Ставьте лайки. И до встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok